Где живем, там и гадим. Жители дома номер 74 по улице Экземплярского столкнулись с коммунальной проблемой. Причиной всему стал мусор в подъезде. Как говорят сами жильцы девятиэтажки, некоторые недобросовестные соседи выбрасывают мусор не в мусоропровод, а прямо между этажами. Накануне муромляне подняли эту тему в социальных сетях. Они задаются вопросом, что же делать в таком случае, как повлиять на тех, кто гадит в подъезде. Наша съемочная группа отправилась в дом на улице Экземплярского, чтобы напрямую от жителей узнать масштабы их проблемы. В одноподъездном доме номер 74 на улице Экземплярского 52 квартиры. Проживает здесь более 100 человек. Валентина Ивановна староста многоэтажки и по совместительству дворник. Каждый день она наводит порядок возле придомовой территории, а также следит за чистотой и рабочим состоянием мусоропровода. Однако часто приходится сталкиваться с трудностями, которые создают сами жильцы. Так как у нас мусоропрод, бывает, засоряет. Вот засорили на втором этаже. Ну, жителей я знаю кто-то, приблизительно знаю. Вот. Ну, убрали. Вот. Убрали, все нормально. А так засоряется очень редко вроде. Я ругаюсь, кричу на них. Ну, и это бывает единичный случай. Ну, вот тут вот даже, это, управляю, как, направляющие даже, брутили, направляющие железку. Она могла бы встать поперек, это, ну, люк там, да, и засорились бы, я бы не пробила. Ну, вот чего кидают. Даже все кидают, чего не надо. Уборец у нас убирается, это, лестничные площадки, нормально вроде. Ну, по-нашему, нормально вроде. По-нашему, там, то, что у нас ремонта нет, точнее было, вот, в коридорах. А так нормально все, чистенько. Накануне на одном из муромских интернет-порталов была опубликована фотография из этого дома. На ней можно увидеть горы мусора между этажами. Люди пишут гневные комментарии. Бывшие жильцы девятиэтажки винят семью со второго этажа. А кто-то и вовсе говорит, что мусорит молодежь, которая часто сидит по вечерам в подъезде. Некоторые добавляют, что большое количество квартир в доме на экземплярского сдаются. Чтобы решить эту проблему, собственники думают даже заварить мусоропровод. К этому готова и управляющая компания. Правда, к единому мнению жильцы семьдесят четвертого дома так и не пришли. На экземплярском работает и дворник, и уборщица. Претензий по уборке подъездов никаких со стороны жителей нет. Но вот буквально понедельник, наверное, приходила женщина со второго этажа с просьбой заварить клапан мусоропровода на втором этаже. Так как сами люди, вместо того, чтобы бросить мусоропровод, бросают прямо около клапана, около ствола эти пакеты. Я в ответ посоветовал собрать подписи всех жителей второго и третьего этажа. Если люди все согласны будут заварить, я этот клапан заварю. А дальше процесс может пойдет и выше. Потому что мы года два назад этот вопрос ставили вообще о ликвидации мусоропровода. Это, понимаете, ни мышей, ни крыс сразу избавляет. Не надо будет обслуживать ствол, остаются финансовые средства больше на текущий ремонт дома. Оставленная без внимания импровизированная мусорная свалка в подъезде не только раздражает эстетические чувства жильцов. Она может стать причиной пожаров, заражений или болезней. С неряшливыми соседями нужно бороться. Благо отстоять свое право на комфортную и безопасную жизнь собственники жилых помещений могут в рамках закона. Одна из действенных мер при фиксации факта, что именно будет установлена личность, будет установлено, что именно эта личность совершила такое-то действие, обращаться в суд за понуждением к несовершению таких действий, либо к восстановлению положения существовавшего до. То есть убрать. А здесь, я думаю, просто в правоохранительном органе, в правоохранительном органе за установлением, скажем так, фактов, наличие события административного правонарушения. Соответственно, по результатам рассмотрения, да, будет вынесено определенное официальное решение. Чтобы не доводить решение таких вопросов до суда, полиции или того хуже конфликтов, нужно в первую очередь оставаться людьми, уметь не только договариваться с соседями, но и уважать друг друга. Вадим Уколов, Илья Облетов. Наши новости. Вадим Уколов, Илья Облетов.